Для региональных парламентариев началась весенняя сессия. Депутаты утвердили примерную программу законопроектной работы на 2017 год. Например, отчет о деятельности правительства решено заслушать 14 марта. Рассмотрели также возможность увеличения численности парламентариев, работающих на постоянной основе, то есть за зарплату, с 15 до 16 человек. Силы депутата планируют направить на курирование нацпроекта «ЖКХ и городская среда». Центральным вопросом стал проект постановления о внесении изменений в федеральный закон о теплоснабжении. Речь в законопроекте идет о том, что государственное регулирование тарифов на теплоснабжение остается только для конечных потребителей, то есть для граждан, которые покупают тепло у теплоснабжающих организаций и у предприятий, которые самое тепло не производят, но его потребляют. Вот для этой категории потребителей будут устанавливаться регулируемые государством тарифы, предельные уровни, причем еще раз подчеркиваю, только предельные уровни, ниже можно, выше нельзя, а по всей остальной цепочке тарифы будут образовываться свободно. Фракция КПРФ рассматривала на заседании этот вопрос, приняла решение поддержать федеральный закон, в связи с тем, что должны быть все-таки установлены какие-то предельные нормы по теплоснабжению тарифам, и государство всегда имело возможность регулировать это, поэтому законопроект был поддержан, в дальнейшем будем смотреть, как он будет работать. Дело в том, что бюджет компенсирует затраты между предельно установленным тарифом и экономически обоснованной ценой ресурса. Изменения позволят уйти от госрегулирования всех тарифов, снизить нагрузку на казну и привлечь инвестиции в сферу теплоснабжения. Потребителя эти перемены фактически не коснутся. Этот проект очень серьезно меняет роль единой теплоснабжающей организации, потому что единой теплоснабжающей организации теперь становится не просто покупателем или продавцом тепловой энергии, но единым центром, ответственным за теплоснабжение из-за состояния сетей, из-за параметра температуры теплоносителя. Наш регион этот проект поддержал. Если его одобрят две трети субъектов, к работе над ним приступят уже старшие коллеги, депутаты Госдумы. Елена Вилова, Денис Денисов, РТВ Иванова. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова